Утречка, отличный день для новой игры. На связи Чандер, и сегодня у нас Санктисайт, Светилище. Здесь, смотрите, это у нас Слэшер, в котором мы а-ля Дарксайдер, знаете, мы выступаем в роли всадника апокалипсиса и должны уничтожать грешников, что-то в этом роде. Игруленция польская, поэтому переведена только на польский, на английский язык. Так, где я, говорит. Так, это откуда я пришел, но уже не вариант вернуться. Хорошо, здесь мы можем пользоваться магией, здесь мир на самом деле, непонятно какое время, потому что с одной стороны, ой, я знаю где я сейчас, в аду. Вот вроде бы мы в аду находимся, и здесь времена смешались. То есть, здесь есть, вон, как видите, какие-то такие римские легионеры. В то же время патронаж идет, тут есть и стрелковое оружие, да, автоматы, пулеметы. И в то же время ближний бой у нас. Посмотрим, что оно из себя представляет. Так, а вот и мои цели, грешники. Так, нажмите, чтобы посмотреть. Вот эти, ребята, введение. Хорошо. Давайте осмотримся, посмотрим. Внизу у меня... Так, на шифт это бежать, спелая полоска. Ударьте по разрушаемым объектам несколько раз, чтобы избавиться от них. И одного хватило. Боюсь, бог мне сейчас не поможет. Вот, видите, современные постройки у нас тут внезапно. Непонятно, какое тут время. Но мы, боец, вот, получается, средневековый. Так, вы только что нашли коллекционный предмет. Это останки старого света, может быть, принесут какую-то пользу. Доставьте их стратилату в цитадель, чтобы проапгрейдить свое снаряжение. Коллекционные предметы бывают четырех категорий. Обычный, редкий, уникальный, легендарный. Каждый предмет описывает его редкость и ценность. Редкость определяет количество статов, усиленных этим предметом. При обновлении снаряжения. Чем выше редкость, тем больше будет характеристик. Значение определяет, какая часть обновления конвертируется. И чем больше стоимость, тем больше будет. Ладно. Открыли. Нашли хапеш и 10 очков опыта. Хапеш. Хапеш. Какой маленький, смотрите. Хапеш. У нас, по сути, ничего не поменялось. То есть, что мы с Гладиусом, что мы с хапешем, видите? И длина одинаковая, и толку никакого. Ну, хорошо. Побежали тогда пока что с Гладиусом римским. Там разберемся. О! Удар с разбега красивый. Смотри как. Хорошо. Так, зажмите Q, чтобы открыть колесо снаряжения. И F это толчок. Ага. Толкать, тянуть, благословение, замедление времени. Неплохо. Пока что оттолкнули. Открыли. Хорошо. Левая кнопка мыши, чтобы разрушить объекты. Так, левая кнопка мыши атаковать, правая заблокировать. И этот удар, видимо, ногой или рукой. Это C. Ногой. Ударов падений здесь нет. Я в принципе не падаю. Ты знаешь, что я сделаю? Благословение. У меня световой меч стал, смотрите. Опа! Плюс 250 очков опыта. Хорош. Только с разбега я почему-то не ударил. Видимо, специфический удар. Так, еще. Открыть. Далабра какая-то. Далабра. Да вот и размер плюс-минус такой же получается. И урон такой же единичка у всего. Смысл-то нам выдавать другое снаряжение? Непонятно. Кстати, ребят. Нажмите соответствующую кнопку, чтобы выпить из баночки. Она восполнит потерянное хп. Прекрасно. Это местные хилки, да? То есть не эстус будет, а вот такая вот. Хорошо. Ладно. А выпили из баночки. О, чудики, смотрите какие. Беги. Я не могу шифтовать. Я тебя понял. А у меня меч сам раскаляется. Может быть это за счет комбо какого-то? Интересно. Вон те ребята, которые нам нужны. Шифтовать не могу. Все еще. Так, это я отсюда пришел. Вот сюда. Кстати, реально шифтовать не могу. Так, могу наклониться, правда, на контроль. Сундук не открывается. Ты посмотри. Ну, ребят, это еще ранняя какая-то демка. Поэтому ничего удивительного, что что-то не работает. Если я благословение использую. Не, пока ничего не работает. Ну и черт бы с ним, ладно. Шифт, правда, не работает. Обидно. Все не могут ускоряться. О, заработал. То есть именно там не работал. И сундук открылся. Нет. Сундук не открыл. Но шифта работает. Погодите. А там с сундуком что не так? А сундук, видите, белый какой-то. Какой-то замороженный. Может, его в будущем можно будет открыть. Мы пока недостаточно сильные. Но, опять-таки, как в Darksiders. Так, ладно. Разберемся. Может быть, мы просто не можем их как-то пока что открывать. Может, из-за того, что демо-версия. Может, еще из-за чего. Не суть. Ух ты ж. Не, ну, против духов точно нужно благословение. Тут без вариантов. Слушай, а я могу толкать их? Да, они даже получают урон немножко. Это Art получается. Давай Art. И набегай на него. Хорош. Комбинация не чешная. По 200 очков за них дают. За мужика давали больше. 250. Здесь шифтовать не могу. Здесь надо... Тяп-тяп-тяп. Присесть надо. Так, Афарус был здесь какой-то. Это разрушаем. Тоже не используется. Смотрите, у меня недостаточно власти. Я не знаю, с чем это связано. Скиллы не открываются. Бестиарий. Грешники. Кривые. Тень какая-то. Эмиссары. Хвестов скиллов пока нету. То есть мы можем только между двумя вот этими переключаться. Ну и ладно. Хотя второй уровень у нас. Тоже нельзя выпить. Тоже нельзя выпить. С чем это связано, не знаю. Может что-то ломается. Может какой-то скрипт реально нарушается. То, что мы до этого пили. Так, давай мы все же через благословение. Арт. Ничего себе не сработал. Отвратительный первый удар, ребят. Первый удар. Мерзость просто долгий какой. Ну вот хорошо же подрался сейчас. А там прям запозорился полностью. Прыжка нету. Есть перекат. Который не работает для разрушения предметов. Опять же не открывается сундук. А тут целая толпа народу. Вы посмотрите. С пистолетом? Серьезно? Так, ну-ка давай благословение. Попробуем замедление времени. Замедление времени что-то не вижу, чтобы работало. Арт. Ага. Меня зарезали, смотрите. А хапета у меня еще есть. Это сюжетный момент, видимо. Во, другой ведьмак пришел, смотрите. Видимо, поэтому мне не давали фляги восполнить. Сундуки там открывать, чтобы я не становился сильней. Так, избавь меня от меча. Работа сборщика грехов, это непростой путь. Варус спас меня, чтобы я продолжил служить. Только в цитадели я могу обучиться всему. И вот мы прибыли в цитадель. Так, спасибо за игру в демо-версию. Что предстоит испытать сейчас, это настраиваемая арена для ознакомления с боевой системой преддверии раннего доступа. Ага. То есть, игры пока нет, ребят. Видите? То есть, мы смотрим прямо на супер-раннюю версию. Разработчик написал. Вот. Предоставил вот доступ к демке. Каждый, кстати, может сейчас поиграть опять-таки в демку. Ссылочка будет в описании. Нажмите инвентарь, чтобы посмотреть. Но это я уже нажимал. Да понятно. Это уже я смотрел. И вон там мне кто-то машет ручкой, и я смогу с ним подраться. О! Боевой топор. У меня автомат откуда-то взялся. Катана? Да и катана, реально. Урон один. Автомат. АКМ. Урон пять, кстати. Как старая любовь не ржавеет. Как поменять-то оружие? Колесиком? Один, два, три. Эм. Как сменить-то? Ага, вот здесь сменить оружие. Ну хорошо, давай. Спарринг-арена. Позволяет отработать боевые навыки в безопасной среде. Режим боя. Сохраняет хп, другие данные. Здесь нет смерти после того, как... В общем, победим, сбросится хп противника. Так, ну-ка давай. Хочешь подраться? Ну, давай. Хорошо. Бой точный. Выбор врага реалистичный. Количество врагов. Количество врагов можно настроить. Пока один. Волны врагов. Пока одна волна, давай. И пусть это будет он. Может быть манекен. А может быть вот этот товарищ. Поехали. Вот и потрапились. Еееей. Хорош. Что это такое? Ладно, давай 10 врагов сразу. 10 врагов и 10 волн. Я не знаю, как это будет работать. Патроны-то бесконечные, ребят. По всей видимости. Или нет? Видимо, да. Ну-ка, я хочу благословить себя патрон... Благословенные патроны, ребят. Хорошо. Какая жесть. На самом деле, такая же тема, вы знаете, была в Эликсе. Ты... Может быть бесконечно хорош в ближнем бою, но берешь пушку и просто выносишь всех, кто берет ногами. Да, там во втором, в частности, Эликсе несколько... Изменили балансы, по сути, имбой можно стать. И ближнего боя, и вот дальнего боя, и магия там какая-то есть неадекватная, которая буквально один раз применила, и уже чуть-чуть не финального босса шотает. Но суть все равно в том, что огнестрел по большей части роляет. Хорошо, давай закатаемся теперь. Абсолютно неадекватный, убогий первый удар. Это худшее, что я когда-либо видел в играх. Первый удар, либо так, либо никак. Потому что слишком уж медленный первый удар. Я могу заблочить атаку? Да, могу. Но они продолжают. Вот разница, да, между ближним боем и дальним. Все, меня затыкали. И потанцевал еще над моим трупом, вы видели? Не, ну вы видели. Вы умерли. Возрождение. Ой, господи. Я не знаю, что из этой игры получится, откровенно говоря. Это получается супер пре-альфа-версия. Пожелаем успехов разработчикам. Но пока что это что-то прям, ну вот, ну, сыро настолько, что вот мы просто посидели вечерок, наклепали, вот поставили модельки и вот, пожалуйста. Как-то так, по-моему. Ладно, пишите, как вам эта игра Ленция, ребят, в комментариях. Ну и, конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходит сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью. Ведь семья – это главное.